В Японии император Акихита, прямой потомок первого императора в зиму, который основал... В первой школе, равно как и во всех остальных, сегодня день необычный. По случаю профессионального праздника педагогов, ученики устроились своим наставникам в выходной. А все обязанности учителей и руководство школы взяли на себя, но домой все-таки не отпустили. Сегодня педагоги в роли учеников. Первая школа, как известно, самая современная в городе. Исполняющая обязанности учителей умело пользуется всем оборудованием. Во время урока показ фильма на интерактивной доске. Вместо указки – мышка от компьютера. Действительно, это гордость, потому что у учеников это тоже, то есть мы ощущаем себя учителями. А у учителей – это единственная такая редкая возможность, когда ты можешь научить уже чему-то их. Не они тебя, а вы их. Тему урока выбирали долго. Что можно рассказать учителям, о чем они еще могут не знать. Решили, что темой не только урока, но и дня в целом будет Япония. Учителя, надо сказать, показали пример дисциплины. Не шумели и не отвлекались. Среди псевдоучеников – заслуженные учителя. Анна Кротова буквально вчера вернулась с губернаторского приема. Тулеев лично наградил московчанку, равно как и ее мужа, по совместительству и коллегу, областными медалями. Сегодня отмеченный губернатором учителя в роли учеников. Яман Гумирович Тулеев наградил нас с мужем медалями семейными за материнскую доблесть и отцовскую славу. Очень приятно, неожиданно. И, знаете, такое ощущение свободы. Прямо так. Ничего над нами не висит. Никакая дамоклов меч работа. Мы сидим просто и отдыхаем, наслаждаемся. То, что ученики рассказывают сегодня на уроке – результат работы педагогов. Итог порадовал. Готовились полной ответственностью. Старшеклассники взвалили на себя всю работу родной школы. Есть и директор. Иван Корнев победил на выборах на протяжении всего учебного дня, проверяет работу коллег и беседует с подопечными из младших классов. Сегодня будет праздник, какие-то различные в японском стиле. Не знаю, там, суши-бар у нас есть. Не знаю, эти, как, японские девушки, которые встречают учителей и дарят им подарки. Для учителей, как бы, надо же разнообразие. Не каждый год делать все одинаково. Как бы попробовать в японском стиле что-то там сделать для учителей новое, чтобы они, как бы, были удивлены. День самоуправления – всегда долгожданное событие в школах. Тем не менее, праздник остается праздником. Цветы – поздравления только для любимых педагогов. Второклассники решили делать подарки своими руками. Каждая открытка от чистого сердца. Несмотря на частые ошибки, любимый учитель увидит главное наверняка. Нам, учительница по музыке, говорила, чтобы мы сделали подарки учителям открытки. И я сделала несколько открыток некоторым учителям. Учителя сегодня герои. В ходе и объявлено в дне самоуправления, они не отрываются от своего главного призвания – быть примером на всю жизнь для своих учеников. Ирина Сальникова, Сергей Сомов. Мыски сегодня.